Александра Житинская Артишок истории История первая Как появился Артишок Жила-была девочка Саша Она очень любила придумывать все, что придумывается Однажды она сидела дома и скучала Ей очень хотелось поиграть с кем-нибудь, а дома все были очень заняты Саша взяла цветные карандаши, бумагу и нарисовала треугольник Потом подумала немножко и пририсовала к треугольнику маленькие ручки и голову Голова получилась симпатичная Маленькие глазки смотрели на Сашу с любопытством «Может быть, ты нарисуешь мне ножки?» Неожиданно сказала симпатичная голова Саша опешила Ее недорисованный человечек ожил прямо на листе бумаги и заговорил с ней «Сейчас, конечно, нарисую» Саша сделала вид, что она нисколько не удивилась и тут же нарисовала две ножки, похожие на музыкальные нотки «Теперь раскрась меня!» – потребовал человечек «А каким цветом?» «Давай красным!» «Ура! Это мой любимый цвет!» – обрадовалась Саша и раскрасила треугольное платьице человечка И даже нарисовала на нем несколько пуговиц, чтобы не расстегивались «Спасибо!» – сказал человечек «Я готов?» «Кажется, чего-то не хватает!» – задумала Саша «А, волосы! Ты же лысый!» «А нужно, чтобы были волосы!» «Ну, если ты так считаешь, рисуй волосы!» – сказал человечек Саша подумала немножко и нарисовала человечку пышную шевелюру «Будешь блондином!» «Это как?» «Ну, когда светлые волосы, то это называется блондин» «А, а я уж думала, что это ты меня так называешь» «Нет, звать тебя я буду!» Саша крепко задумалась Имя не приходило ей в голову Человечек решил ей помочь «А как ты называешься?» «Я называюсь?» – удивилась Саша «Я не называюсь, меня зовут» «Зовут Саша» «А откуда ты это знаешь?» «Ну, потому что меня все так называют» «Мама, папа, бабушка, подружки» «Все!» «Тогда назови меня!» «И меня все будут так называть» «А давай ты будешь...» «Будешь...» «Треуголка» «Сама эта треуголка» обиделся Человечек «Что за имя такое?» «Это шляпа, а не имя» «Тогда, тогда, может быть, ты будешь...» «Рисовашка» «Это похоже на промокашку» Саша не выдержала и засмеялась «Она предлагала разные имена своему новому другу» «Перебирая все известные ей имена, родственников и друзей» «Когда имена закончились, Саша сдалась» «Ой, ну не знаю я, как мне тебя называть» «Меня вот никто не спрашивал» «Я всегда была Сашей» «Может быть, у тебя тоже есть имя» «Только надо его найти» «А специально придумать я не могу» «Ладно, пожал плечами Человечек» «Тогда я пошел» «Куда?» – встревожилась Саша «Имя искать» «Найду, вернусь и скажу тебе, как меня зовут» «Как же ты пойдешь?» «Ты же нарисованный» «Очень просто» «Ты же мне нарисовала ножки» «Подними листок» «И я спрыгну с него» Саша не очень поверила в то, что Человечек сможет спрыгнуть с листка» «Но подняла листок» «Ну, прыгай» «Опля» «Пропищал Человечек и мигом оказался на Сашином столе» «Ничего себе» «Прошептала Саша» «Раньше она никогда не видела, как рисунки прыгают» «Надо быть поосторожней с рисунками» «А то вдруг акула, которую я нарисовала вчера, тоже возьмет и опля» «Выпрыгнет с картины и начнет кусаться» «На всякий случай надо стереть ей зубы» «Ну, я пошел» «Сказал Человечек» «Только будь осторожен, ты же еще совсем маленький, а маленьким одним нельзя ходить» «Пошли со мной» «Нет, я не могу, я еще тоже не очень большая» «Меня отпускают только со взрослыми, а ты маленький» «Нужно разрешение» «Старших» «Ну, ты же старше, чем я» «Конечно старше» «Тогда дай мне разрешение» «Саша заважничала, еще никто и никогда не спрашивал у нее разрешение» «Ладно, я тебе разрешаю» «Иди» «Только недолго, а то я буду волноваться» «Хорошо» «Как только я найду имя, сразу вернусь к тебе и познакомимся нормально» «И Человечек ушел» «А Саша осталась ждать его дома» «Он вышел на улицу и пошел прямо» «Так я не заблужусь» «Потом просто развернусь и пойду в обратном направлении» «И приду к Сашиному дому» «Думал Человечек» «Он шел и шел» «Но никто ни разу не окликнул его» «Казалось, что он был таким маленьким, что его вообще никто не замечал» «Только собаки видели его и пытались понюхать» «Но хозяева дергали поводки и говорили» «Шарик ко мне» «Или» «Дуся рядом» «Я не Шарик» «И уж точно не Дуся» «Расстраивался Человечек» «И плелся дальше» «Привет, я Бобик» «Подбежала к нему очередная собака, гуляющая без поводка» «А ты кто?» «А я?» «А я не знаю, кто я» «Вздохнул Человечек» «Может, ты, Тобик?» «Вздохнул Человечек» «Может, Мобик?» «Нет» «Может, Робик?» «Тоже нет» «Пес впал в раздумья» «Ну что еще может быть?» «Хобик» «Спасибо, Бобик» «Но ты, похоже, не сможешь мне придумать имя» «Ну, я по крайней мере старался» «Спроси вам того, Рыжего» «Он собака, хитрый» «Разве это собака?» «Да нет» «Конечно, это кот» «Да все, некогда» Человечек так и не понял, почему Бобик называл кота собакой Но решил воспользоваться советом и подошел к коту, сидевшему под лавочкой Около дерева и что-то сживавшему «Мяу» «Поприветствовал его Рыжий кот» «Хочешь сосиску?» «Мяу» «На всякий случай сказал человечек» «Нет, я не хочу быть сосиской» «Да не быть, а съесть» «Угостись кусочком» «Вкусное» «Спасибо, я не голоден» «Мне бы имя найти» «Ну так нет, ничего проще» «А давай ты будешь Мурзиком» «Мурзиком» «Как я» «Ты, конечно, на кота не похож» «Но все Мурзики очень умны, очень обаятенны, воспитаны» «Это хорошее имя» «Оно приносит удачу» «Наверное, это хорошее имя для кота, но никак не для нарисованного человечка» «Отказался человечек» «Фу», – презрительно фыркнул кот «Ну, не хочешь, как хочешь» «Может быть, тебе воробей подскажет?» «Или еще у мудрой вороны можно спросить» «О, они там воюют за хлебные крошки» «Человечек пожелал Мурзику приятного аппетита и пошел к птицам» «Кар» «Ворона недоверчиво посмотрела на человечка, подумав, что он пришел отбирать у нее хлеб» «Здравствуйте, ворона!» «А как вас зовут?» «Меня зовут Каролина» «Кар-р-р-р-ри-на» «А как меня зовут? Не подскажете, мудрая Кар-р-р-ри-на?» «Кот сказал, что вы много знаете» «Хе-хе, конечно, вороны – самые умные птицы» «Не то, что эти, чик-чирик, воробышки» «Про нас даже в книжках пишут» «Дай-ка подумать» «Ворона прищурилась» «Посмотрела на человечка очень-очень внимательно» «Ему даже стало немножко не по себе» «О, поняла! Ты Кар-р-р-амелька!» «У тебя одежда похожа на конфетный пантик» » «Карамелька?» Человечек задумался, ну ладно, раз вы так говорите, может я и карамелька, надо привыкнуть к этому. И он пошел дальше, на всякий случай, решив спросить еще воробья. Чик-тирик, чик-тирик, ну какая же ты карамелька? Эти вороны такие плохие придумщицы и ничего же не понимают в умвы-минах, по-моему ты чик-тирик. Чик-тирик, человечек окончательно запутался, никакой я не чик-тирик и не карамелька и не мурзик и не бобик и не сосиска, вы все говорите как будто про себя, а меня никто из вас так и не понял. Ладно, пойду домой, не буду больше ни у кого спрашивать, буду безымянным человечеком. Так решил человечек, развернулся и пошел домой. Вдруг из-за угла показался грузовик, и на нем было написано «Овощи». Но человечек не мог прочитать этого, потому что читать он еще не умел. Какой огромный испугался человечек и зажмурился. Грузовик повернул на ту улицу, где стоял зазбурившийся человечек, и на повороте из козова что-то вылетело и плюхнулось прямо рядом с ним. Странная штука, подумал человечек. Интересно, как она называется? – Как тебя зовут? – спросил человечек. Но странный предмет не отвечал, лежал молча. – Бедняга, ты, похоже, не умеешь говорить, да еще из грузовика вывалился. Значит, у тебя теперь нет дома и нет имени, мы похожи. Возьму и отнесу, Саша. Человечек пришел домой грустный-прегрустный. Саша открыла дверь и начала ругаться, прямо как мама. Но не потому, что была зла на него, а потому, что действительно волновалась. – Ну что ты так долго? Мы уже поужинали. Я думала, что ты не вернешься. – А что это за штука у тебя? – Не знаю. Она сама на меня свалилась. И у нее тоже нет имени. Я решила ее взять. – Погоди-ка, я спрошу сейчас у мамы, может быть, она знает, как это называется. И Саша убежала в другую комнату. – Артишок! – Что? Это ты мне? – отозвался человечек, сам не замечая. – Это Артишок! Мама сказала, что это штука, которую ты принес. Артишок! Это такой овощ и цветок. Одновременно. Мама сказала, что в Италии его едят, а кто-то выращивает просто так, чтобы любоваться. – Какое хорошее имя! – Артишок! Все! Ну-ка, спроси, как меня зовут. – Как тебя зовут? – Меня зовут Артишок! – Только я не овощ и не цветок, а человечек. – Здорово! – обрадовалась Саша. – Мне нравится твое имя. – И мне! И они вместе подпрыгнули от радости. – Только, Саша, пообещай мне одну. Артишок вдруг стал серьезным. – Что? Давай никогда не поедем в Италию? – Там же едят Артишок! – А я не хочу, чтобы меня случайно съели. – Ха-ха-ха! – засмеялась Саша. – Глупый! – Я не глупый! – Я осторожный! – надулся Артишок. – Ладно, не поедем в Италию. Нам и тут хорошо. – Ну, что будем делать? – Давай играть! – Давай! И они стали играть, и даже сочинили песенку про Артишка. Саша ее пела, а Артишок под нее танцевал на своих ножках, похожих на музыкальные нотки. Жил да был на свете Артишок. Это был не овощ, не цветок, не фрукт, не огуречек. Артишок был человечек, он многого хотел и много мог. Артишок, Артишок, расскажи мне стишок, гостей я к тебе приду, поиграю в чехарду. Артишок, Артишок, позови в свой мирок. Вместе будем мы играть, снова, снова и опять, снова, снова и опять, снова, снова и опять. – Субтитры создавал DimaTorzok – Субтитры создавал DimaTorzok